Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mazda 6 2010 года выпуска двигатель 2 литра автомат, передний привод пробег на автомобиле 148 тысяч километров сегодня заменю на нем передние тормозные диски и передние тормозные колодки для этого поднимаю автомобиль снимаю оба передних колеса и снимаем суппорта поднял автомобиль снял колеса вывернул для удобства руль вправо откручиваем два болта, которые у нас крепят рабочий цилиндр к скобе снимаем цилиндр меняли пыльник и плохо зажали хомут вот он ходит на улице жарко стало и начал раскидывать смазку у человека сейчас посмотрим что там за хомут попробую его еще зажать подвешиваю цилиндр подвешиваю цилиндр чтоб он не мешал нижняя направляющая нижняя направляющая у нас не шевелится верхняя направляющая практически сухая расшатываем ее ух ты как она вообще не шевелится возьмем сейчас под пыльник нальем ВДшки и подождем какое-то время человек удивляется что у него тормоза неважные скобу я пока откручивать не буду пока не вытащу направляющую на автомобиле стоит жестко все пускай откисает подождал маленько теперь можно ее брать и по чуть-чуть расшатывать не сильно потому что обломать 2 секунды вниз вверх вниз вверх вниз вверх вверх и вот таким образом я ее я ее раскачаю смазка ВДшка под пыльником проникает и расквашивает коррозию и грязь главное не торопиться потихонечку вверх шевелиться чуть-чуть вот появился ход теперь этот ход увеличиваем добавляем еще смазки туда уже полегче все она у нас уже крутится по кругу берем ключ на 17 2 и покручиваем направляющую ключом упираемся в этот бортик как бы выталкивая направляющую из скобы здесь должна быть втулка резиновая ее нет на конце втулку резиновую должен держать пазик вот такой вот увеличена здесь как проточено его нет значит все это осталось внутри направляющую новую не заказывали сейчас чищу эту достаю хотя она вот она до конца просто не вышла из-за коррозии я смогу вытащить но направляющую пыльник и вот эту манжету демпфер надо будет заказывать новые и менять вот про что я говорю вот это верхняя металлическая часть ее видать обрезала когда я пытался ее расшевелить берем головку на 17 и откручиваем два болта держит который у нас держит скобу достаю оттуда резиновый демпфер чищу скобу чищу посадочные под пружинки под колодки чищу внутри под направляющие и потом уже будем устанавливать сбиваем два винта ударной отверткой барабан бить не пришлось он сам отошел а отошел потому что здесь смазана медной смазкой беру тормозной диск тормозной диск фирмы zekert bs 5162 и устанавливаем его на место резьба смазана когда я брызгал смазкой наживляем винты не сильно я их подтяну попробую поджать еще хомут вроде бы поджал ходить перестал наверно перестанет смазку подкидывать берем скобу из нее я все вычистил но конечно коррозия ее уже побила зеркала там нет также достал кусочек обломанной с направляющей наживляем ее но по хорошему и скобу и направляющей нужно заменить хозяину сказал а дальше пускай уже решение принимается сказал что заменит беру тойотов скую смазку с горошину выдавливаю и завожу вовнутрь одну и также вторую отверткой разгоняю теперь беру направляющую пыльник я одел почистил также почистил посадочная под пыльник немножко ее смазываю той же с тойотовской смазкой под пыльник я тоже немножко смажу завожу ее на место воздух выскочил одеваем пыльник на направляющую на скобу пыльник на направляющую все вот она оделась также мажу нижнюю почистил посадочную немножко намажу не знаю сколько времени придется ходить этой направляющей но пусть поработает и заводим ее на место одеваем так здесь одел все направляющие ходят воздух можно выпустить ставим пружинки вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 И устанавливаем цилиндр на место Субтитры сделал DimaTorzok Два штифта направляющие на колодке В них убирается скоба суппорта Что за штифты не знаю Но из-за этого будет перекос колодки И тормоза нормально работать не будут Вот эти вот штифты Стачиваю Все Обрезал эти штифты Внутри в них не упирается Потому что там посередине Упирается только поршень В колодку Субтитры сделал DimaTorzok 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 Старые колодки тоже стояли Саншинги Маркировки здесь не видно какая Но этих усиков не было Устанавливаем колесо Таким же образом Аналогично мы меняем Со второй стороны После этого нажимаем Обязательно на педаль тормоза Два-три раза До полного прилегания колодок К диску Чтоб свободного хода не было И на этом все С заменой тормозных колодок Я закончил Всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok